Здравствуйте, подписчики нашего канала! Сегодня мы расскажем о том, как сажать питунью и в какие емкости правильно выбрать для посадки этого удивительного растения. Итак, когда же сажать питунью? Питунью мы сажаем конец февраля, начале марта. Но могу сказать по опыту, что если у вас окно южное, то лучше, конечно, посажать пораньше. Если окно северное, то лучше попозже, потому что объясню, почему. Потому что солнечные лучи, как правило, у нас в феврале очень мало, и растение вытягивается, и становится красивое и хиленькое. Поэтому лучше сажать или же в начале марта, ну, смотрите, как вам, или в конце февраля. Температура прорастания для семян питуньи где-то 20-25 градусов. Она чувствительна к теплу и к свету, и, конечно же, к влажности. Итак, какую тару выбрать для посадки семян питуньи. Итак, я могу по опыту сказать, что я всегда сажала вот в такие ящики. Насыпала просто земли, сажала семена, сеяла, накрывала пленкой и вставила в теплое место. А в прошлом году я попробовала вот такую штуку. Мне она понравилась очень. Здесь, в чем ее прекрасность, скажем так, значит, здесь каждый, смотрите, ячейки, то есть в поддоне стоят вот такие вот ячейки картоновые, не картоновые даже, а торфяные, скорее всего, да. Мы насыпаем сюда земельки, раскладываем семена, и теперь вот самое прекрасное. Вот такая сверху крышка. То есть, представляете, растение, когда растет, представляете, какой у него запас. То есть, получается, что питунья растет как бы в теплице. Для нее это просто фантастика, она это любит. То есть, создается определенный микроклимат, влаги, влажности и, опять-таки же, температурный. Это классно. Еще, чем мне нравится вот эта вот тепличка, здесь вот эти вот торфяные штучки, их потом так ломаем и сажаем, не вынимая оттуда питунью, можно сажать прям сразу же в грунт. Тоже немаловажный фактор. Корни не страдают, растение тоже не страдает. И период болезни, адаптация у них минимальный. А еще в прошлом году я пробовала, значит, вот этот и вот такой способ. Посадка в таблетки. Это вообще восторг. Вот такие торфяные таблеточки. Они бывают тут разных вариантов. Вот такие, такие, такие. Вот эти понравились мне больше всего. Так, раскладываем их вот так в поддон. Поддончик взять лучше повыше. Вот такого размера, это прям самое оптимальное решение. Раскладываем так друг к другу. Достаточно близко, чтобы они заполнили вот такое все пространство. Заливаем водой. Прям заливаем, смело заливаем. Не бойтесь, заливайте прям хорошо водой. Оставляем на пять минут. И вот эти таблеточки, можете представить, они увеличатся размеры, ну, я не знаю, раз в десять, наверное. То есть, такие, такие грибочки получаются, вот с такой вот точечкой внутри. Вот в эту точечку, как вам удобно. Хотите руками, хотите пинцетом, хотите, я не знаю, там, зубочисткой. Нужно положить зернышко. Чем они мне понравились, эти таблетки? Во-первых, у них вот здесь вот, в центре. Содержатся какие-то питательные вещества. Думаю, что это, наверное, плодородное какое-то вот вещество. То есть, питунья растет достаточно быстро и не нуждается в дальнейших подкормках. И еще самое главное, когда при росте обычно, когда вот мы грунт используем, обычный, да, то в течение, там, нескольких недель грунт начинает цвести. Здесь такого не происходит. Прелесть. Если вы не хотите использовать таблетки, то можно пойти вот таким путем. Наши тоже производители, смотрите, какую ячейку придумали. Тоже в ней очень удобно. То есть, каждое зернышко сажаем вот в такую отдельную ячейку. Тоже при посадке очень удобно. Нажимаем вот отсюда и достаем уже готовое растение. Если вы пошли путем просто посадки, насыпав земли и рассыпав семена по грунту, просто в ящике, то наступает время пикировки. Пикировать мы уже будем, должны будем в отдельные стаканчики, так как питунья при посадке уже будет страдать. Чтобы меньше она страдала, пикировка должна пройти, то есть, однократно. Пикируем питунью мы один раз, распикировали, и пикировать желательно уже в стаканчики, которые сразу будем саживать в открытый грунт. Итак, вот смотрите, производители тоже придумали, уже все продумали за нас. Есть вот такие стаканчики, с дырочкой все в поддончике, аккуратненько стоят. Ничего не проливайте, не вливайте. Можно также посадить питуньи в такие вот ящички, уже готовые. Тоже очень удобно и красиво. Также можно сюда не только питуньи, огурцы сажать, и помидоры, и перец, другие культуры, которые вы выращиваете. Очень удобная вот такая вот расфасовка.